Ну а теперь вернемся к празднику. По очень доброй традиции в конце года началась елка желаний. Она продлится до 28 февраля следующего года. Желания могут отправлять дети-сироты, дети от 3 до 17 лет, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья или проживающие в семьях с доходом ниже прожидочного минимума. Президент открывает эту акцию, а вслед за ним желания со специально установленных елок снимают представители власти. Впрочем, принять участие в акции могут все, кто хочет, есть специальный сайт. Всего за время существования акции было исполнено почти 22 тысячи желаний. На елку желаний в этом году отправил свою мечту и 12-летний Кирилл Шетченко из Подмосковья. Мальчик мечтает стать телеведущим. Хочет, чтобы его увидели люди, потому что ему есть что сказать. Мы рады, что именно сейчас на РЕН-ТВ новогодняя мечта Кирилла исполнится. Итак, сегодня у Кирилла большой день в нашей редакции. Ну что, пока михнём. Поехали покорять Москву. Здравствуй, Москва. Встречай меня. Это она большая. Как вообще тут еще? Ну и очень интересно, много чего неизвестного. И у нас чудные названия у них некоторых. Работать тут, скорее всего, очень волнительно, что, в принципе, я не удивлю. Я прям сильно боялась сейчас. Конечно, все еще боюсь, но уже не так боялась. И вот Кирилл занял мое место за столом итоговой программы, и я передаю ему слово. Кирилл. Здравствуйте. Вы смотрите программу Шетченко в эфире. Вся российская акция «Елка желаний» открылась уже в четвертый раз. На этой неделе заветные мечты исполняли и депутаты, и министры, и актеры, и губернаторы, и врачи. Но впереди еще много-много желаний детей со всей страны. Это могут быть и обычные игрушки, и путешествия. Но вот я выбрал то, о чем мечтала всю жизнь. Стать телеведущим. Мне повезло? Да. Но не только мне. О том, как в России проходит акция «Елка желаний», нам расскажет корреспондент Игорь Балтин. Скоро ли, как Виктор Зинчук, он сыграет баха в ми-миноре, Марк пока и сам не знает. Но мастер-класс от «Виртуоза» уже получил, а гитару от самого президента. Ты где-то занимался раньше? Нет. Тебе нравится творчество Высоцкого, да? Да, Высоцкого и Цора. О мечте 14-летнего Марка Владимир Путин узнал благодаря акции «Елка желаний», во время которой исполняются заветные мечты детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Здесь именно тот случай. Мать-единочка приехала с сыном в Москву, из Иркутска, на заработки. И ей даже не на что снять квартиру. А живете-то у кого? Они многодетная семья, они нас пустили сейчас пожить в дом. Ну давайте, многодетная семья, Новый год скоро им. Тоже надо помочь. Даже как и вам, я думаю, чтобы у вас тоже были нормальные условия. Я с губернатором поговорю. Почему он плачет? Не знаю. Честно. Просто не верится. Мальчишка необыкновенный. Он все впитывал. У него сразу получилась постановка, очень усидчивый. Проверил его музыкальные данные. Хорошие. Уже есть приказ о зачислении Марка в музыкальную школу в Раменском. Впервые акцию провели три года назад по инициативе президента. С тех пор в жизнь уже воплотили мечты более 20 тысяч детей. Так выглядит одна из тысяч елок желания. Вся не украшена вот такими картонными шариками. Внутри каждой детская мечта. Срываешь и исполняешь ее. Самое интересное, что здесь мало просьб из серии, а подарите мне телефон. Зато много такого, о чем взрослый даже не догадается. Это кажется невероятным, но он играет Шопена словно по наэтию. После тяжелой болезни Вячеслав потерял зрение, но не волю к жизни. У него масса увлечений, главные из которых – железные дороги. Благодаря елке желаний он становится машинистом поезда. И вот уже музыкальные пальцы скользят по кнопкам управления. А что это за ручка, которую ты делаешь? В контроле. А что он делает? Он скорость превышает, подбежает. Вот выторвается. И тут важно понимать, весь этот поезд для него. В вагоне только журналисты, двери на станции не открываются. А внутри, эксклюзивно, Дед Мороз и Снегурочка. Вот такое новогоднее чудо. Люди, которых знает вся страна, один за другим присоединяются к благотворительному марафону. Валентина Матвиенко дарит девочке Софьи из Петербурга конструктор, о котором та давно мечтала. Спасибо. Слушай, какой Дедушка Мороз молодец. А там конфетку опять. А в этом гости, что разносит подарки вместе с Дедом Морозом. Здравствуйте, ребята. Все узнают героя России Дамира Юсупова. Летчика, который спас десятки жизней, посадив самолет на кукурузное поле. Сегодня он волшебник, а потому мечты сбываются. Исполняются даже самые необычные желания. Семилетний Егор из Воронежской области мечтал прокатиться на настоящем танке Т-90. Такую возможность ему дал экипаж Таманской дивизии. И вот он уже колесит по заснеженным полям Алабина. Это путешествие стало возможным благодаря президенту, который передал записку Егора министру обороны. И вот уже на полигоне бьют из всех орудий. А по той самой трассе, где проходит танковый биатлон, едет Т-90. Мальчик садится поверх кабины, как командир на параде. Нравится очень-очень сильно. Большой очень сильно. А пушка еще больше. У тебя дома есть танки? Да, один большой терминатор, а другие маленькие. Это ее брат рисует танки. А 9-летней Маше Харитоновой по душе зимние сказочные пейзажи. Девочка растет в многодетной семье, которой хорошие краски не по карману. Елка-желание дарит ей набор художника. Вообще секрет. Ну, что нет? Дед Мороз не существует. Но если так, мама с папой приходят и дарят подарки, пока дети спят. Ну, вообще, Дед Мороз далеко живет. Стать Дедом Морозом теперь может каждый. Для этого нужно зайти на сайт Елка-желание, выбрать регион, сумму, которую вы готовы потратить, кликнуть на один из шариков и получить контакты семьи, которой нужна помощь. Время есть. Акция проходит до конца февраля. Артемина Ксения мечтает о гитаре. Ну, что делать? Надо решать задачу. 2-12 лет, Кижегородская область. Мечтает побывать в роли машиниста поезда. Мальчик, девочка. Планшеты, телефон, понятные детские желания. На мечту Богдана откликнулись московские казаки. Прокатиться на лошади, на тройке с бубенцами – особая радость для того, кто и двигается с трудом. У мальчика тяжелая форма церебрального паралича. У него все в душе. Он все понимает, он все знает, но, к сожалению, не получается у него выразить свои эмоции, выразить свои словами что-то. Но ему действительно очень нравится. О чем мечтают взрослые? Чтобы дети были счастливы, несмотря ни на что, и верили, что в жизни бывает волшебство. В этом смысле «Елка желаний» еще один шанс. И не столько для тех, кто получает, а скорее для тех, кто дарит. Игорь Балдин, Андрей Козлов, Виктор Немаев, Сергей Кезин. Специально для РЕН-ТВ. Кирилл, ты доволен? Да. Твое желание исполнилось? Да. И как тебе побывать в роли телеведущего итоговой программы? Это очень пугающе, но очень интересно. Поздравляю тебя и твоих родителей с наступающим Новым годом. И вот тебе наш подарок – микрофон МИЦ-Известия. Причем это не на будущее, ты можешь подключать его к компьютеру прямо сейчас и работать. Спасибо вам огромное. Спасибо тебе, что помог провести мне эту программу. Спасибо.